Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 5 августа 2011 года. Блогер из Перми, бывший следственный работник Бессонов Алексей Борисович. Сегодня в блоге губернатора Перска области Олега Туча-Черкунова открылась запись о том, что он стоит на распуте и обдумывает, куда идти. Почему? Потому что, как пишут в СМИ, ему поступило предложение войти в правую партию, которую создаёт Прокоров, и он пытается, ну скажем так, рассуждать, размышлять, о чём идёт речь, куда пойти. Вы знаете, вот эта команда сегодняшняя, которая стоит в руля государственного системы управления, она стоит из разных людей. Вот если внимательно посмотреть на бывшего губернатора Перского края, мэра города Перми, то он в сегодняшний день у Путина занимает ключевой пост. Потому что весь бюджет, он по сути, формируется за счёт нефтедома. Это один из самых ключевых постов. И губернатор Черкунов, так сказать, если вы их сравниваете, вот это, ну, для одной команды, то, ну говоря языком, то, вот этот министр Туднев, это разбойник, губ-студник. То у Черкунов это мошенник, у него такой, ну, и система образования, он дезарфилогированный. Если тот, так сказать, он немножко другая ментальность, да, то этот немножко всё-таки он образованный и так далее. И как человек образованный, он прекрасно видит, что происходит. Да, он видит, что практически элиту политическую её раздирает. Почему он уходит в правую партию? Ну, видимо, есть договорённо, что, возможно, после Прохорова он её возглавит в правую партию, когда делал Белых и так далее. И, в общем-то, так сказать, уйдёт на федеральный уровень, а это всё-таки у него федеральная карьера. Он один из немногих губернаторов, который позиционирует себя именно правым губернатором и так далее. Очевидно, что после того, как Путин второй раз разберётся на пост президента, будет проводиться жёстко право-либеральный курс. Понятно, что в Думу правая партия не проделась, не припишут там ничего, не должна быть. Поэтому в данной ситуации наявляя Олегу Анатольевичу просто надоело губер. Да, почему? Потому что он же понимает, что экономику он развалит, хозяйством заниматься он не может, управлять он не умеет. Да, то есть образование, так сказать, именно практическое знание, отраслей экономики и так далее, у него нет. И он, ну это просто ему надоедает, в профессиональном уровне всё есть, все знают, денег навалом. И он именно жаждет федеральной политики. Но он не понимает одного, Олег Анатольевич, вы человек умный и образованный, а умных людей, я-то по себе знаю, к сожалению, никогда в вас не пускают. Причём, потому что они, так сказать, составляют конкуренцию и так далее. Поэтому вокруг себя Путина держат, типа вашего предшественника и так далее. Но это первый пол нюанса. Второй нюанс состоит в том, что, вы поймите, страна на грани социального взрыва. Всё равно он произойдёт в какой-то форме. Очевидно, что эта команда, она не будет проводить никакие реформы. Путин создал такую авторитарную власть, какая не была ни у Сталина, ни у кого, ни у одного императора в России. Да и в мире не трудно себе на кем-то говорить. Под ним всё. Состей массы информации, выборы, всё под ним. Поэтому вы, как гирострата, Николай Николаевич, прославится, сжёг храм, а вы убегаете с губерния. Почему? Потому что, ну, к сожалению, вы не способны заниматься реформами. Не способны их проводить. Вы, так сказать, такой лёгкая бабочка. Но это на фоне практически уничтоженной экономики. Нет отраслей экономики, уничтоженной армии, уничтоженной полиции. Вот я, например, сижу здесь вам и начитываю. А вот эта публика местная, вы знаете, она смеётся. Почему? Ну, мне вот откровенно их жалко просто. Элита демократическая, которая всплыла на волне либеральных реформ, которая называется правозащитниками, да и в системах, в прохранительных, там ситуация не лучше. Это малообразованный публика. Публика, которая может только повторять то, что говорят. Но они как не могут понять, что людей, которые дублируют вот эти все кинстианства, концепцию прав и свободы, их в столицах навал. Понимаете? Они этого не понимают. То есть любая вот, как раньше в КПСС, основная масса, она тоже не могла видеть сложности процессов, которые происходят в обществе. Для них шаг влево, шаг вправо, всё, сразу отрывали голову. Так и эти сегодня. То есть они не понимают, что происходит в обществе. Они не понимают, что есть разный спектр взгляды различные и так далее. Интересны не те, кто пересказывает чьи-то идеологии, концепции. Вы никогда не будете провинциальные либералы, Солженицын и вторыми из Сахара. Во-первых, у вас ума нет, образования нет, никогда вы не будете. Вы будете пересказывать чьи-то идеи и так далее. А я буду. Я буду левым Сахаровым и левым Солженицыным. А вы будете всегда, так сказать. Почему? Потому что, ну, поймите. Поэтому вот такая ситуация. В такой реальной ситуации мы живём. И поэтому они, так сказать, отчасти тоже не могут поймать, что происходит в обществе. А Олег Анатольевич, он похитрее, поумнее, он это видит. И поэтому постепенно покидает, уходит в правое, с перспективой возглавит правую партию. Отчасти он прав. Но здесь уровень политиков. Когда я заключаю мне Россию, не просто твои амбиции стать лидером партии и так далее, а Россия с её экономикой, армией, полицией и так далее. Поэтому я, например, диктатор. И как Лукашенко, и тогда я сам, никаких либеральных взглядов и так далее, я не терпеть не могу. Я всё это задушу. Да, будет полицейская система, как в Беларуси. Будут сажать за несанкционированные демонстрации и так далее. Потому что по-другому нельзя выводить в страну исключительно. Пиночет, вот, и так далее. Но, к сожалению, как Сталин. Сталин блестящий город управляется. Поэтому вы, Герострат, Олег Анатольевич, и ваш храм уже горит. Спасибо.